Доброго времени суток, уважаемые зрители! Вы снова на канале Остроумно, где мы делимся с вами полезной и просто интересной информацией в этом выпуске. Вот 6 лучших удобрений для помидоров с грядки, взойдут все. Удобрения нужны для правильного и гармоничного роста томатов в вашем саду. И помимо удобрения, этими шестью вещами вы сможете отпугнуть большинство вредителей и даже болезней. Зола. Одним из самых популярных удобрений для помидоров является вода с золой. В ведро мы помещаем 500 грамм золы, добавляем 5 литров кипяченой воды. Когда зола сядет на дно, слейте воду в другое ведро, добавьте к ней еще 5 литров воды и раствор готов. Вы можете полить им как помидоры, так и другие растения в вашем саду. Крапива. Крапива – очень хорошее удобрение для вашего сада. Возьмите крапиву, измельчите ее и поместите вокруг томатов. Или подготовьте следующее средство, которым вы сможете удобрять помидоры. Заполните половину ведра крапивой без цветов и корней. Залейте ее теплой водой. Затем дайте крапиве пропитаться в течение 7-10 дней на свежем воздухе. До 1 литра этого концентрированного раствора добавьте 10 литров воды и полейте помидоры. Оставшийся концентрированный раствор можно использовать для дальнейшего полива. Пивные дрожжи. Пивные дрожжи используются для стимулирования роста растений. Просто следуйте рецепту. В 3-х литровую миску добавьте пол чашки сахара и 100 грамм пивных дрожжей. Накройте миску и дайте ей постоять неделю. К полученному раствору добавьте 10 литров воды и полейте помидоры. Раствор можно также использовать для других культур, таких как баклажаны или перец. Молоко. Молоко или сыворотка будут очень полезны в огороде как в качестве удобрения, так и для борьбы с грибами. Разведите 1 литр молока в 9 литрах воды. Добавьте около 30 капель йода. Поливайте растения этим раствором каждые 7-10 дней. Пищевая сода. Обычная пищевая сода – невероятное средство, которое имеет множество известных применений в домашнем хозяйстве. И огород тоже не исключение. Поместите 1-2 чайных ложки соды в литр теплой воды и полейте этим раствором растения. Банановая кожура. Банановая кожура богата калием и магнием, которые необходимы для правильного роста растений. Что нужно делать? Все очень просто. Измельчите банановую кожуру и поместите средство на почву вокруг помидор. Более того, это полезно и для других растений в вашем саду. Это все, что мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте перейти на наши странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки есть в описании. Услышимся!